всем привет друзья добро пожаловать на канал сварщицы меня зовут Розаев Рамиль давненько вас не видел не снимали мы прекрасных видео решили справить ситуацию и так сказать ворваться в эти новогодние зимние праздники с не менее новогодними напитками и первой на очереди у нас будет глинтвейн глинтвейн необычный глинтвейн будет кофейный с кофейным концентратом от кулбрю сегодня в качестве кофе я взял гигеса в этом году ребята запустили такой формат кофе в ампулах достаточно удобно я считаю что вообще будущее потребление кофе за такими новаторскими решениями приготовить себе дома какой-нибудь бамбл либо эспрессо тоник очень удобно и практично вот ну что ж мы вернемся с вами глинтвейну как вы уже поняли он будет с кофе с эфиопии гигеса для того чтобы его сделать я сначала приготовлю пряный сироп и вообще конечно же вы встречали уже рецепт глинтвейна на нашем канале он есть там ранее я думаю что ссылочку мы прикрепим к видео можете посмотреть другую версию на этот раз будет сироп чуть попроще по более такой приспособлены к домашнему потреблению у нас с вами сегодня будет составе сиропа циллонская корица розовый перец гвоздика цедра апельсина зеленый кардамон белый сахар и вода достаточно простые понятно градиенты которые можно найти в любом магазине мы добавим 5 грамм циллонской корицы можно ее прям брать и руками намалывать циллонская корица в отличие от там кассии она очень хорошо сломается и очень мягкая сама по себе вот образом мы добавим с вами 2 грамма розового перца перец я кстати говоря уже помял мадлером чтобы он дал побольше своего вкуса также добавлю полтора грамма гвоздики 3 грамма зеленого крадамона 5 грамм цедра апельсина и мы с вами сейчас делаем соотношение 200 грамм воды на 100 грамм белого сахара аромат стоит потрясающе супер сначала я немножко нагрею снова сахар я уже заранее отмерил и потом просто добавлю сахар чтобы он растворился мы дадим нашему сиропу постоять где-то минут десять для того чтобы специи хорошенько экстрагировались отдали весь свой вкус сиропу сироп мы конечно же затем процедим и будем использовать наши напитки как я говорил ранее нам нужно немножечко нагреть нашу основу а затем давайте уже я добавляю заранее отмеренное количество белого сахара именно 100 грамм и мы сейчас будем перемешивать до полного растворения затем я оставлю в покое сироп на минут десять чтобы специи хорошенько экстрагировались и мы получили максимум вкуса от них затем процедим и начнем готовить сами напиток и небольшой еще лайфхак такой касательно этого сиропа мы всегда стремимся приготовить глинтвейн чтобы он был максимально ну если это безалкогольная версия на алкогольную версию однажды делал рецепт для наших кофейн глинтвейна кажется это было в прошлом или позапрошлом году появилась такая идея добавить вот этой тонинности как от вина но давайте именно от черного чая мы еще добавляли в кофейне концентрированный черный чай мы его делали концентрат сами в кофейне сейчас я просто добавлю пакетик черного чая в сироп чтобы в сиропе уже были вот эти тонинные тонинные ноты чая и они как раз таки очень клево обыграют вот эту винность и придаст вот эту вот немножечко сухость которая будет ассоциироваться у вас как раз таки с вином глинтвейным классическим прошло 10 минут теперь самое время приседить наш сироп и затем я добавлю туда пакетик черного чая буквально на пару минут чтобы он заварился пока настаивается чай давайте начнем уже готовить наш напиток для его приготовления буду использовать 200 грамм горячей воды также возьму 30 грамм концентрированного вишневого сока вы можете использовать и виноградный сок желательно использовать сок вообще красного винограда потому что он будет круг круче давать вот это ощущение глинтвейна соответственно также я добавлю 20 грамм нашего пряного сиропа и один шот от эспрессо все аппетитеса ну что друзья готовим уже непосредственно сам напиток мы будем использовать 200 грамм горячей воды есть я добавлю 30 грамм сока вишневого но вы можете добавить как я говорил ранее и сок награда мы в принципе в кофейник использовали я помню виноградный сок и обращаю внимание на то что это именно сок это концентрированный сок далее добавляю 20 грамм нашего сиропа он уже тут готов и конечно же наш кофе чтобы наш глинтвейн стал кофейным в таких пачках по 3 как раз таки удобно взяли отцепили и у него сверху такая есть крышечка берем сами и открываем нашу ампулу вот таким вот образом и наливаем шот супер и конечно же перемешиваем сами все это барной ложкой то можно просто ложкой к есть и в качестве украшения ну здесь на самом деле как заиграет ваша фантазия что дома есть чем можете украсить на самом деле можно долькой апельсина можно нарезать слайс яблока можно кинуть сюда звездочку бадьяна у меня здесь заготовлено заранее вот такой большой слайс апельсина сушхонова я у сюда собственно говоря так вот добавлю таким вот образом вот так вот у нас вниз ползет и все турпингер глинтвейн готов можно пробовать в начале играет вот эта связка кофе с вишней вообще вишня очень классно сочетается с кофе если делать какие-то напитки у себя там в кофейне либо дома вишня с кофе это вообще кайф и очень хорошо я чувствую на послевкусии специи круто ну и эфир сюда конечно классно писалось сто процентов своими этими цитрусовыми нотами чайными все очень хорошо так скруплила но по-моему кайф классно и давайте еще раз поговорим рецепт здесь я использовал 200 грамм горячей воды 20 грамм пряного сиропа 30 грамм вишневого концентрированного сока и одну ампулу кофейного концентрата украшать на ваше усмотрение как хотите в целом все но я вижу по вашим глазам что вы задумались о том а где же достать этот прекрасный кофейный концентрат конечно же друзья в наших кофейнях клюв фэмили в москве ну а если мы не в москве то вы можете заказать его на озоне доставкой по всей россии а с промокодом который мы дадим в описании к этому видео это будет сделать максимально просто и приятно ну помимо промокода пожалуйста я попрошу вас написать ваши новогодние рецепты в комментариях к этому видео и 3 лучше комментария получит дрип от сварщицы пейте вкусный кофе друзья всем спасибо пока пока